Приготовим ППС Тархази. Измельчаем фундук в очень мелкую крошку ножом или измельчителем. Можно взять также фундучную муку. Далее отделяем белки от желтков у 4 яиц. К белкам добавляем щепотку соли и начинаем взбивать на высоких оборотах миксера до пены, в которую постепенно всыпаем эритрит. Также немножечко ванильного сахара. И здесь включаем максимальную мощность и взбиваем до плотных стойких пиков, которые не выпадают из миски. Просеиваем туда кукурузный крахмал, тщательно перемешиваем лопаточкой сверху вниз, чтобы не нарушить нашу воздушность. И всыпаем наш измельченный фундук или же опять-таки фундучную муку. Такими же осторожными движениями мы замешиваем такое вот воздушное тесто. Посмотрите. В разъемное кольцо или форму мы выкладываем наше тесто, так сказать, разравниваем по кругу. У меня получилось 4 одинаковых коржа. И отправляем запекаться в разогретую до 180 градусов духовку минут 15-20. Получатся такие вот золотистые коржи, которые мы отделяем от пергамента и нужно это делать сразу. Смотрите, какие воздушные коржи у нас получились. Для заварного крема смешиваем желтки с сахарозаменителем и ванильным сахаром, просеиваем кукурузный крахмал, тщательно перемешиваем в однородную массу, такую достаточно густую. Тем временем в сотейнике нагреваем молоко, не доводите его до кипения, должны появиться лишь такие мелкие пузырьки. Снимаем с огня и постепенно, постоянно помешивая венчиком, мы вливаем все молоко. И теперь обратно переливаем его в сотейник, который ставим на огонь и начинаем варить наш заварной крем на медленном огне до загустения. Посмотрите, какая масса получается по консистенции. Накрываем крем в контакт пищевой пленкой и отправляем в холод. Смотрите, каким густым он становится после холодильника. Перекладываем его в миску, взбиваем, чтобы стал мягче, добавляем рикотту и снова взбиваем уже в однородный, такой глянцевый, гладкий крем. Приступаем к сборке торта. Дно смазываем кремом, кладем корж. На корж также обильно наносим крем, достаточно равномерно. Далее следующий корж. И так все четыре коржа мы покрываем кремом. Также не забудьте смазать бортики кремом обильно. Уберите остатки с тарелки с помощью салфетки и нанесите слой крема на верхний корж, уже не такой толстый, как был предыдущий. Для шоколадной паутинки мы растапливаем в шоколадной водяной бане или в микроволновке до вот такой кремовой массы. Далее перекладываем в пакетик или кондитерский мешок, отрезаем маленькую дырочку и по кругу наносим узоры, из которых потом делаем паутинку, как я показываю на видео. Я еще в центре добавила шоколад и, естественно, миндальные лепестки по всему периметру торта. Тортик должен хорошо пропитаться, поэтому обязательно оставьте его в холодильнике на ночь. Так он станет мягким, воздушным и, конечно же, невероятно вкусным. Смотрите, как легко он режется. Одним словом, наслаждение. Бон аппетит!